Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, не инзи-легенды. Ну что же, у нас закончился турнир, и мы забираем свой приз. Буста сегодня не получится, так как сейчас, в данный момент, 11 часов вечера. То есть, сам понимаешь, да, уже все самое интересное прошло, и нам остается лишь только подтянуться. Так, ну что, сюрикены, 50 ДНК на Микеланджело ролевой, 90 золотых осколков и также 75 платиновых. Отлично, так, давай посмотрим, что у нас на этой неделе разыгрывается. А это у нас Рафаэль, да, ролевой. К сожалению, он у нас тоже, ребята, прокачан полностью. Насколько я помню, он имеет 5 звезд. Сейчас я лично в этом убедиться хочу, посмотрим. Так, значит, Рафаэль ролевой. Где-то он здесь, вот в этих краях должен быть. Так, нет, по-моему, это уже перебор. Так, я вижу Красивый Король. Так, Рокстеди. Микеланджело. Ну, ты сам видишь, да? Он полностью имеет 5 звезд. Ну, здравствуйте, да куда же ты пропал-то у меня? Я вижу Рафаэля Космоса. Рокстеди. Донателло ролевой. Рафаэль фильм. А, так вот же он, Рафаэль ролевой, да, друзья мои? 5 звезд он имеет, поэтому ценности для нас не представляет эта неделя. Ровным счетом никакой. Ну что, заберем с тобой пак бесплатный. Выпадает нам Паукус. Сразу видно его щупальцы. Так, по заданиям. В плане у меня все выполнено. Когда это, интересно? Когда это я успел все выполнить? Интересно мне знать. А по испытаниям у нас это будет День Дони. Ну, что мы здесь с тобой можем прокачать? Погоди-ка. А у нас, по-моему, ребята, все Донателло прокачаны. Сейчас я посмотрю вот Донателло видение. Как он у нас прокачанный или нет? Ага, вот только он-то нам и нужен. Потому что все остальные имеют 5 звезд. Золотых. Так что из этого события нам нужен будет только эпизод номер 3. И все. Так, космические странности. Здесь у нас, друзья, что? Здравствуйте, приплыли. Так, а у нас черепашки космос. Насколько я помню, прокачаны абсолютно все, да? Сейчас мы посмотрим. Да, так же как Армагон. То есть, получается, друзья, на этой неделе у нас в плане испытаний вообще ничего не будет. Вот только лишь вот это. И то до эпизода третьего. Остальное абсолютно все есть. Как ни странно. Да, ребята? С одной стороны это хорошо, а с другой стороны плохо. Потому что, ну, обычно мы с тобой проходим испытания и чего-то фармим. Здесь нам этого делать не придется. Ну, значит, у меня останется больше времени на другие игры. Так, ну что, мы с тобой, естественно, начинаем, ребята, с арены. Хотел сказать, пора бустовать. Нет, бустовать не получится. Но хотя бы давай попробуем немножечко сдвинуться. Сейчас даже мне... А, вот, дали 11-11. Я думал, что не дадут. Типа скажут, недостоин парень. Иди гуляй. Что же. А вдруг у нас сейчас все получится, и мы с тобой переместимся в Лигу Сегунов 3 звезды, а? Вот это будет круто. Это будет круто, потому что, ну, откат произошел где-то часа 6-7 назад. Представляешь? За 6-7 часов можно очень далеко уйти рвануть. Ну, тем не менее, пока не будем ничего, как говорится, загадывать. Посмотрим, что у нас из этого вообще получится. Первый поединочек неплох. Мы с тобой сразу переходим на Войн 2 звезды, 95-я позиция. И мы продолжаем. Смотри, сразу сами дают мне 11-12. Интересно. Что же это они такое задумали? Хорошо, я возьму вот эту вот тройку игроков и поехали. Но ранг, ты посмотри, уже ранг-то 21-й у наших врагов. Окей. Давай. Они сейчас, наверное, скорее всего, ребят, меня возьмут именно тем, что быстренько мы с ними по рангам соединимся. Скорее всего, будет что-то типа этого. Ну, пока все идет отлично, ребят. Мы разбираемся с нашими врагами и, соответственно, проходим. Сейчас посмотрим, перейдем мы с тобой на Лигу У Войнов 3 звезды. Нет. Плохо. Плохо, что не перешли. Так, 11-11. Давай-ка мне, наверное, 12-11. Вот этого я возьму. Вот этих я возьму. Так. Раз, два, три. Ну, пока тут у нас по трое персонажей. Не очень быстро, хорошо. И мы будем буститься с тобой. Это уже, когда будет 5 персонажей, тогда да. Так, Рафаэль. Ролевой. С одной тычки. Всех вынес с одной тычки. Отлично. Знаешь, что я думаю? Мы, наверное, сегодня все-таки пройдем с тобой до эпизода третьего события. И целая неделя у меня будет свободная. Ну, свободная в плане того, что мне не придется заходить в эту игру очень часто. И я займусь какими-то другими играми. Я думаю, ты самосовластичный, да? В этом плане. Ну что, мы видим с тобой вот этот вот отрядик. Уже 4 персонажа. Ранги у них. А 24-й, 25-й это максимальный, который я вижу. А у нас с тобой 53-й. Ну, естественно, мы их здесь размажем по стенке. Тут им ничего не поможет и ничего не спасет. Поэтому поехали. Начнем. Давай с массовой атаки от Леонардо Фильм. Начнем и закончим. Я думал, что нам придется еще кем-то сходить. Ну, и как ты видишь, мы уже в элитке. В элит-точке. Немножко задержались, но ничего страшного. Это допустимо. Это допустимо в плане того, что у нас все-таки не буст, как я говорил. Мы опоздали просто-напросто. Точнее, не опоздали. Я был на работе, ребят. С работы пришел. Вот только сейчас сел, начал проходить. А буст, он начинается у нас с 3-х часов. С 3-х и до 4-х часов. Вот так вот. Вот это время буста. А сейчас мы с тобой просто подтягиваемся. Потягиваемся в плане того, чтобы наверстать упущенное. Так, минус Крис. Давай, наверное, вот так вот сделаем, чтобы массовую атаку. Шикарно. Донателло, как всегда, на высоте. Вот именно вот этот Донни, да, он хорош. Действительно хорош. И Донателло Космос тоже очень хорош. Так, ну что, давай, наверное, мы с тобой 12-13. А может быть, вы дадите мне уже что-нибудь посерьезнее. Вот, 12-14. Еще до сих пор у нас пока по 4 персонажа идет. Так, возьмем, наверное, раз, два, три, четыре. Ну, берем по порядку. Как всегда, нечего нам тут выбирать. Когда наши уровни уже будут одинаковы, тогда придется нам брать топов персонажей. Да ладно. Как же так-то? А ну-ка. Ага, я стыцейплю. Тыч, хвостом ее. Все, шикарненько. Ну что, двигаемся. В этой команде только лишь один чувак у нас с массовой атакой был. Да-да, это был Рафаэль. Так, ну что, элита 2 звезды. Позиция 68-я. Есть шанс, в принципе, перепрыгнуть на следующий ранг. Тем более, уже 5 персонажей. Так что, вполне. Вот таких мы с тобой возьмем. Против 28-30 уровней мы с тобой здесь будем справляться элементарно. Опачки. Так, что нам сделать? Давай, наверное, гранату ее брошу. Газовую, да? Отлично. Так, из бластера. Мне нравится просто, как он такой крутой. Чомпи там с вами. Улетел. Бедолажка. Так, ногой. И... Да просто посохом добьем. Да и все, ребят. Что тут страдать ерунной, да? Дрон выпускать. Просто взяли по схему и добили. Донни против Донни, кстати, был. Элита 3 звезды. Круто. Но позиция 96-я. Придется, наверное, 2 поединка сыграть. 13-15. Отлично. Уровень уже 30-й, 33-й. У нас до сих пор, ребята, 54-й, 55-й. Потому что у нас их очень много. И чтобы нам отыграть, надо провести не один пяток боев. Ну, давай, Пит. Заклюй этого. О, Кирби упал. Так, а теперь я, наверное, знаешь, что делаю? Лучше ускорение. Можно было бы, конечно, баллончик бросить. Но я все-таки хочу ускорить нашу команду. Слэш, погнал. Эй-эй-эй-эй, Слэш, ну как же так-то, а? А давай-ка вот так делаем. Можно было бы, конечно, замедлить их, скорее всего, да? Через провокацию. Именно крипом. Ну, я уже вот так сделал. Так, теперь можно бросить баллончик, в принципе. Отлично. И давай вот так вот сделаем. Тыч своим задом его прибил. А что, ребята, у него за послед... А, последний у него удар, это он раскручивает свою булаву, да? Массовая атака, точно, я вспомнил. Ну вот, я так и думал, что придется он на два поединка сыграть, чтобы перейти в Лигу Самураев. Окей. А, 13 шест... Есть. Есть, дают такое дело. Так что, друзья, давайте-ка наберем нашу команду. 55-й. Все одного уровня, как на подбор. Ну что, тут у нас Хан, Эйприл, Микеланджело. А мы вызываем вот этих вот из другого измерения. Рокстеди и Бибоба. Но не получилось добить. Сразу всех и Рокстеди падает. Да. Очень даже неплохо, я тебе скажу. Сейчас у нас была комбинация. Ну, да. Самураи, ребят. Мы дошли до Самураев. Хотя бы до Сегунов 3 звезды. 3 звезды, это топово будет для нас. Хотя бы до Сегунов 2 звезды. Я уже считаю, это было бы неплохо. Но. Такое впечатление, что не получится. Потому что закончится быстрее у нас персонажи. Ладно. Докуда дойдем, до туда дойдем. Так, ну, вначале дебаф повесим. Вот такой. Неплохой, кстати, дебафчик. Минус уроков сразу же. Так, дай-ка я, наверное, попробую Бакстера вырубить. А вот так вот, если? Через гидрант. Тыч. Минус двоечка. И бросаем вот эту вот плюшку. В плане. Как он выжил-то, а? Как он умудрился выжить, объясните мне, Микеланджело. Интересно. Ну что, газуем дальше. Какой? 50-е? А, 36-е место. Окей. 13-16. А может быть... Вот, тихо. 14-17 у нас есть. Ну, 38-й. Ага, 41-й уже уровни. Так, ну, у нас здесь классика. Ролевые. И плюс Кирби. И плюс Кирби. Ну, здесь у нас потенциальные враги все. Абсолютно. Ну, кошку, вообще-то, надо как бы в первую очередь вырубить. Потому что она будет хилять. Это раз. Плюс вот так сделаем. Бросим солдата клоунфут. Дальше, наверное, сделаем крик. Ага, не выдержал. И добивка по Магману. Все, ребят. Мы даже не дали им шанса сходить. Понимаешь? Сделать ход. Ну что же, мы перемещаем... О, Самурай 2 звезды. И место у нас 84-е. Окей. 14-18. Ну, вот, ты сам видишь, да? У нас потихоньку-потихоньку заканчиваются бойцы. Тут еще, наверное, поединка в 5. Это максимум, что я могу позволить. И все. Не будем мы тут с тобой тратить откаты. Ничего. Вот, докуда дойдем, да тут дойдем. Так, халапекс. Жух. Ну, слабенькая-слабенькая атака, ничего не скажешь. Это тоже слабая атака. Бросок попкорна. Я не знаю, что он там кидается. Еда этого Криса Брэдфорда. Наверное, диетическая какая-нибудь. Так, бросим с тобой осколки. В принципе, должны всех ушатать. Да. Ну, идеальная победа. Здесь я ничему не удивляюсь. Двигаемся дальше. И смотрим, какое место. 40-ое, наверное. Точно, 40-ое. Так, 14-17. А может быть дадут мне 14-18? А пожалуйста, дайте мне 14-18, а. Ох, было-было, ребята. Ё-моё, я нажал просто на обновить. Нет, 13-16 это... Вот. Выпросил опять. Ну, здесь уже вообще, ребята, серьезность. Потому что 45 уровней. А, мы уже до 60-ой шли. Тогда нормально. А здесь в наших планах, знаешь, кого в первую очередь бомбануть? Пита. Почему? Ну, потому что это хилер. Поэтому я, наверное, в первую очередь сделаю вот так вот. Может, заморозить его получится? Угу. Получится. Хан, дебаф делать. Естественно. Ну, как же без этого, да? И вот это, кстати, может нам выйти боком. Именно этот дебаф. Потому что защита у нас вообще нулевая практически становится. А если только крысы нам не помогут. Так, Пит упал. Карайка. Тихо, тихо. Зачем ты это делаешь? Слушайте, ребят, надо брать провокацию нам на Донателло. Теперь удар по земле. Хотя бы так. Хильнемся. Хотя это не обязательно, но я перестрахуюсь. И теперь, наверное, вот так вот сделаем. Раз. И два. Отлично. Ну, конечно, Донателло это хорошо. Донателло, во-первых, он получает мало всего урона. Потому что он по защите очень хорош. А к тому же провокатор. То есть его никак не обойти. Только лишь массовыми атаками. Можно обойти его защиту. Так, ну что, друзья, дальше продолжаем. 14-18 я уже вижу, у нас тут есть. 49-й уровень. О, а что я переживаю? Тут все, ребят, тут уже пошли у нас полуимба. А с полуимбой практически тоже бесполезно драться. Тем более 40-ым там 50-ым уровнем. Здесь просто разруливаем с тобой по полной программе. Так, это был крик души Карай. Плюс вот эта вот паутинка от Паукуса. Так, секунду. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Кого? Криса Брэдфорда. И из базуки добиваем остальных. Все. Я даже не сомневался, что они здесь ничего не сделают. Поэтому двигаемся дальше. Блин, ну надо бы хотя бы все вон и пробиться тогда уж. Я смотрю просто, какая у нас позиция здесь. Да, друзья мои, мы вышли на выходные. Так что завтра у нас целый день, наверное, все-таки будет посвящен играм. Скорее всего, если какие-то там у меня дела не появятся. Ну что, поехали. Завтра, кстати, новинка выходит, да? Кена, насколько я помню, игрушка. Так, тихо, один упал. Ну-ка, попробуем здесь. Так, ух. Слушай, ну тут вообще великолепно. Разбирается просто на изи. Если у нас так быстро все пойдет, естественно, мы с тобой пойдем на события, сходим, да? И дойдем до Донателла видения и попробуем его получить. Ну, получить-то мы получим, я имею в виду, пофармить. Будет неплохо. Так, ну что, 15, 19. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, еще где-то два поединка и все. За это время мы должны с тобой дойти, наверное, до Лиги Сегунов, две звезды. А ну-ка. Хорошо ударил. Теперь можно, в принципе, вырубить Пита. Макмана. И остальных. Круто. Итак. Сегун, да? Одна звезда. За два поединка. Что-то, мне кажется, не получится. Но я попробую. Я попробую. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Да, ровно два поединка. Блин, ну это надо где-то по сороковничку брать. Ну, вряд ли, конечно, получится. Хотя хотелось бы. Так, Крис Брэдфорд не упал. Теперь упал. Давай вызовем маузеров. Вот и все. Быстренько мы с ними разобрались. Так, ну и последний поединок. Какое место нам дадут? 42-й. Да, не хватит, ребят. Потому что по 30 ступенек мы тут пролетаем. Если они, конечно, не дадут мне 16-20, но это вряд ли будет. О, 15-20. Ну, давай попробуем здесь. Раз, два, три, четыре. Пять. Ну, понятное дело, то, что здесь самая топовая имба у нас собралась. И я думаю, так с двух ударов мы сейчас их разнесем. Естественно, первым идет Усаги. Да, один Донни, бедный, остался в живых. Все. Ну и смотрим конечный, как говорится, результат, итог. Какое место? Шестое. Да, чуть-чуть нам не хватило, чтобы перейти до Лиги Сегунов. Две звезды. Но, тем не менее, тоже неплохо. Кстати, у нас с тобой... Так, в магазин забежим быстренько. Предметы, монеты. Приобретаем. 30 ДНК уже у нас с тобой есть. На нашего Шредера Классику. То есть, еще 70 и все. Мы его прокачаем, да? По жетонам пока все плохо. 365, а нам нужно... А на кого мы, кстати, копим-то с тобой? Мы, помню, Пита покупали, а после него мы хотели... Давай, наверное, будем прокачивать вот этого Рокстыде. Выводить, так сказать, его из серебра уже в золото. Хотя, погоди, там вроде как и до Нателла видения можно было. Ладно, фиг с ним. Идем на испытание. Поехали, ребят. Посмотрим, кого нам тут еще дадут. Отлично. Этого нам, в принципе, за глаза и за уши, чтобы дойти до Нателла видения. И, соответственно, выиграть этот уровень и фармить его еще. После этого. Окей. Так, здесь волна. Вообще-то я здесь на автобое всегда играю, но фиг с ним. Тут нету, жалко, массовой атаки никакой. Да чтоб тебя. Давай так сделаем. Все. Ну что. Ну, первый, первый поединок мы с тобой прошли. Да, мы там на фильм получаем теперь. Второй поединок тоже. Можешь не сомневаться, пройдем его легко и просто. Так же, как и третий. Погнали. Тут упали. На второй волне у нас. Да, я думаю, то же самое. Волна. Пускай будет волна у нас. А здесь, здесь придется вот так вот бомбить. Так. Давай, с разбега. Тыньс. И ракеты. Все. Донни полетел. Почему-то, кстати, ребята, когда Донни стоит. А, это же ура, Фауэрфаэля, чемпиониво Донателло. Попутал. Так, ну что. Именно этот уровень нам с вами и нужен. Давай смотреть, что у нас тут получится. Да все легко получится. Так же будут падать с одного удара. Давай волну. Окей. И последнее. Опять же, вот это, да? Раз. С разбега. Пичи. Подтрещина такая, да? И все, ребята. Теперь нам остается просто потратить весь наш сыр. В попытках на то, что нам выпадет Донателло ДНК. Ну что, поехали? Блин, знаешь, что только обидно, ребята? Что у нас мало. Е. Сразу же с летом. Все. Больше здесь ничего не надо, ребята. Вот две ДНК выбили. И хорош. Если посмотреть внимательно, сколько нам не хватает вообще? Десять. Всего лишь десять ДНК. Есть шанс, что мы его с тобой можем, в принципе, на этой неделе полностью прокачать до пяти золотых звезд. И это будет круто. Ну, вроде бы на сегодня и все, ребята. Быстро у нас, конечно, получилось. Быстро, а самое главное, эффективно. Так что, всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.